Окей, мы можем начинать. Значит, я вам хочу показать книгу, по которой я все буду цитировать. Значит, вот эта книга. Вот сейчас, наверное, всем ее видно. Белое издание, книга Тара из Циона. Значит, по этому белому изданию я буду произносить все слова и иногда пользоваться комментариями, которые здесь в книге есть. Значит, я так вижу, что у очень многих присутствующих эта книга уже есть. Ну, а у кого ее нет, то, пожалуйста, вот. Нет, 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 извините, это я не то вам показал. Сейчас покажу что-то другое. Демонстрация экрана остановлена. Так, сейчас я вам покажу. Сегодняшнего занятия. Так, план нашего сегодняшнего занятия. Мы будем говорить о книге «Шмот». Значит, разговор будет идти о первых трех периках книги «Шмот». И те, у кого нету белой книги, те могут ее заказать. Здесь нет никаких проблем. Мы всех постараемся обеспечить. А у кого есть, можете прямо по тексту следить за тем, что я буду вам рассказывать. Итак, тема сегодняшнего разговора – как все начиналось. И начинаем с самого начала, с первого перика – галут и антисемитизм. Значит, галутом вообще у нас называется ситуация, когда еврейский народ живет не на своей земле, а вынужден где-то, оказался, в общем, в другом месте. Значит, сейчас мы демонстрацию экрана прекратим и откроем что-нибудь другое. Итак, где мы оказались в самом начале книги «Шмот». Значит, в первом по сути сказано, вот имена сыновей Исраэля, приходящие в Египет с Яаковым. Муж и дом его пришли. Значит, я обращаю ваше внимание на слово «приходящие в Египет». Значит, вообще говоря, вот этот перевод не пришедших в Египет, а приходящие в Египет. Там именно такое время стоит. Речь идет о том, что в стране Кнаан был голод. И спасаясь от голода, сыновья Исраэля с ним во главе временно пришли в Египет и поселились. Вот здесь на карте видно земля Гоша. Где-то в районе Бельты Нила, вот Нил, вот это вот все, Египет, Средиземное море. И вот здесь они поселились. И настоящее время, вот приходящее в Египет, оно понимается так. Пришли временно пожить. Вот в Кнаане голод, засуха, там всякие проблемы. Вот пришли временно пожить. Пока эти проблемы успокоятся, тогда можно будет вернуться. А вот следующая фраза на эту тему звучит совершенно по-другому. Значит, вот имена Риу, Вен, Шимон, Леви, Иуда, Иссахар, Зволун, Беньямин, Дан, Нафталя, Гада, Ашер. И была вся душа выходящих из бедра Якова 70 душ. А Йосеф был в Египте. Вот это грамматическая разница. Это сыновья приходящие. Они вот пришли, переждали голод и засуху и вернутся обратно в Кнаан. А Йосеф был в Египте постоянно. В прошедшем времени вот он там был, был, был. То есть между позицией братьев, которые спасаются от голода, и позиция Йосефа, который был в Египте, существует большая разница. Вся идеология Йосефа, все его желание исправить мир основано на том, что он должен быть в Египте. Он должен находиться внутри сверхцивилизации того времени. Египет в описываемое время – это сверхдержава. И об этом мы еще будем говорить. Значит, мы видим некий раскол между идеологией Йосефа и идеологией его братьев. И этот раскол, который нам в книге «Берешит» демонстрировался несколько раз. Это раскол, некий спор между женами Яакова, значит, между Леей и между Рахель. Есть некий спор и конфликт. Это спор между сыновьями, между Йосефом и остальными братьями. А Беньямин еще достаточно мал, чтобы в этом споре участвовать. И в этом тоже есть конфликт. В конце концов, этот спор проходит внутри души Яакова Исраэля. Потому что, с одной стороны, вот у него две жены, еще две наложницы. У него много детей. Но вот его тянет к любимцу Йосефу и против всех остальных братьев. Так сказать, вот есть некий конфликт внутри семьи. И этот конфликт на самом деле очень важен, потому что некие конфликты и проблемы, они бывают двигателями прогресса. Если мы смотрим на этот конфликт, вот как он развивается, что происходит, мы видим, что на самом деле в этом конфликте заключено еще некое зерно развития. Вот образовался такой конфликт. Хотя, так сказать, мы говорили, те, кто и без сегодняшнего разговора читал белую книгу, видел, что книга Берешит, первая книга Торы, может быть интерпретирована следующим образом. Вся книга целиком. Всевышний пытается создать достойного себе собеседника. Поговорить хочется. И вот он сначала создает Адама, и там будут некоторые проблемы, потому что Адам нарушит его распоряжение. Потом он дальше в поколениях это все идет, идет, идет. Дальше человечество, которое вообще говоря задумано, как некий партнер Всевышнего по строительству мира. И это человечество портится, и надо сделать потоп, и надо его убрать, и надо начать новое сноха, и дальше, дальше, дальше. И снова человечество не такое уж хорошее, с которым можно было бы говорить, довольно далеко от цели, которую Всевышний себе поставил изначально, в самом начале. И из всего человечества удается найти только одного Авраама, который в потенциале может быть достойным собеседником Всевышнего и достойным продолжателем его дела, помощником, не продолжателем, помощником в его деле. И дальше, и дальше опять проблемы и с сыновьями Авраама, и с сыновьями Ицхака, и дальше вот этот вот некий конфликт между братьями, он то есть, то нет. Но кончается книга Береши тем, что возникла большая семья, возникла семья Якова Исраэля и его 12 сыновей, дочка, там все вот это. И это семья, в которой есть, по крайней мере, зачаток внутреннего шалома. Это семья, которая в принципе могла бы стать достойным для беседы со Всевышним, достойным его собеседником. И дальше, и опять внутри этой семьи есть идеологический некий раскол, потому что задача-то, которая поставлена, это задача исправления мира. И вот Йосеф говорит, что мы можем исправить мир только действуя через великую сверхдержаву, сверхцивилизацию того времени, а это Египет. И поэтому, в конечном итоге, Йосеф оказывается в Египте. Он оказывается там, где он хочет свой потенциал использовать. И в конце книги Береши мы видим эти знаменитые реформы Йосефа, когда он, так сказать, я не буду сейчас об этом рассказывать, но вот эти знаменитые реформы Йосефа, которые позволяют Египту стать инструментом влияния на весь мир того времени, на весь цивилизованный мир. А идея братьев Йосефа, она тоже основана на исправлении мира, но совершенно по-другому. Мы должны жить в своей земле, в земле Кнаан, и строя свою жизнь в своей стране, мы должны стать модельным примером для мира и исправлять ее. То есть вот два разных взгляда. И поэтому Йосеф был в Египте, его позиция соответствует его взгляду, а остальные пришли в Египет только пожить, некоторое время спасаясь от голода. Вот экспозиция начала книги Шмот. Хорошо. Прошли годы, значит, и умер Йосеф, и все братья его, и все поколение Том. Произошла некая смена поколений. Причем эта смена поколений произошла не только в семье Яакова. То есть, понятно, идет некая смена поколений. Пришли уже внуки Яакова, правнуки Яакова. Так сказать, идет другое поколение, но еще происходит и смена поколений в Египте. И мы сейчас об этом поговорим. Значит, умер Йосеф, и если в поколении, пришедшем в Египет, сказано, и была вся душа выходящих из бедра Яакова 70 душ, а Йосеф был в Египте. То есть, смотрите, какой интересный грамматический оборот. И была вся душа одна, одна единственная душа. И вот их было 70 душ. То есть, вся семья Яакова Исраэля, пришедшая в Египет, была как одна душа. Вот этот вот внутренний семейный шалом, который немножко нарушался наличием Йосефа. Другая идеология. Йосеф был в Египте, но все остальные были как одна душа. Вот это семейное единство. А теперь, когда умер Йосеф и все то поколение, сказано так. А сыны Исраэля плодились и кишели, и умножались, и усилились очень-очень, и наполнилась страна ими. Обратите внимание, что единственная душа превратилась во множество. И это множество, мы с вами об этом говорили, когда смотрели книгу «Берешит», что там, где Яаков называется Яаков, то это его как бы личная человеческая семейная ипостась. А там, где он называется именем Исраэль, это его ипостась национальная, как отца народа Израиля. Так вот, там, где была одна душа, там, где семья выступала как единое целое, то это была и это имена сыновей Исраэля, приходящие в Египет. Дальше перечисляется, перечисляется. А сыны Исраэля плодились и кишели, и умножались. Значит, вот их стало много-много-много-много, и наполнилась ими вся страна Египет. И здесь мы должны сказать похвалу понятию еврейского гетто. После Холокоста и Второй мировой войны слово «гетто» приобрело явно отрицательную коннотацию. Это место, куда евреев загоняли принудительно, для того, чтобы изолировать от остального общества и в дальнейшем уничтожить. Но слово «гетто» в его средневековом смысле, оно имеет вполне позитивную коннотацию. Это то место, где евреи вели свой обособленный образ жизни. Вот так, как хочется. Хотим, значит, ходить в синагогу – ходим в синагогу. Хотим, значит, поставить свою охрану – ставим свою охрану. Хотим в какое-то время закрыть ворота, чтобы никто посторонний на нашу территорию не ходил – так и поступим. И гетто так назывался венецианский квартал оружейников, где жили еврейские мастера, ювелиры, оружейники, врачи и прочее, прочее, прочее. И, так сказать, от всего остального города они отделялись своей стеной, своей охраной. И на этом все заканчивалось. Так вот, в Египте было такое же гетто. Это называлось «Земля Гошин», где евреи поселились достаточно обособленно и занимались тем, что они считали нужным и важным. Но теперь они размножились и наполнили всю страну Египта. Знаете, мне это очень сильно напоминает то, что произошло с нами где-то начиная с середины, может быть, с конца 19 века и уж явно начала 20 века, когда в результате европейской эмансипации, в результате для начала Великой Французской революции и все, что за этим последовало в Европе, евреи вышли из стен гетто, получили доступ к любым видам деятельности, к любым видам образования, к любым специальностям и наполнили собой страну. Наполнили – это не значит, что их стало на самом деле больше, чем египтян. Вот сказано, и наполнилась страна ими. Это скорее как в известном выражении, что евреев-то, собственно, не так много, евреев мало, но каждого еврея очень много. То есть по количеству, вероятно, евреев было меньше, чем египтян, но по тому месту в общественной жизни, которое они занимали, это, так сказать, было непропорционально их количеству. И это, естественно, вызвало некоторую реакцию египтян. Вызвало не сразу, потому что, что сказано, и встал царь новый над Египтом, который не знал до сих пор. Значит, у меня есть подозрение, что речь идет не о новом фараоне, а о новой династии фараонов. Значит, я вам сейчас покажу. Так, значит, вы запустили демонстрацию. Не надо. Не надо, я сказала, давай. Не спорь со мной. Что не надо? Быстро давай. Не спорь со мной. Хорошо, пускай снизу. Что-то случилось не так? Ну, при чем тут? Это при том. Согреешься, извиняешь. Значит, вот я вам сейчас показал 17-ю династию египетских фараонов, которая началась с Яхмоса I. И это происходит приблизительно... Значит, у нас Маше родился в минус тысяча... Скажу, в минус 1368 году. Значит, вот где-то за 150 лет до рождения Маше происходит смена династии. Мы с вами несколько позже поговорим о том, почему в Египте фараоны, династии фараонов так менялись. Их насчитывается, бог знает сколько там, египтологи их считают, больше 30 фараоновских династий. То есть, если, допустим, вся история России до 17-го года, это было по сути три больших династии. Династия Гедеминовичей, династия Люриковичей и династия Романовых. И вот династия Романовых закончила свое существование в 17-м году. То в Египте династии менялись достаточно быстро. И вот здесь я сейчас вам показываю фараонов 18-й династии, которая началась где-то примерно за 200 лет до рождения Маше и закончилась... Так, могу ли я? А, что я могу, я могу сделать вот так. И вот она закончилась где-то примерно в районе нашего исхода, чуть позже. То есть на эту династию приходится, по сути, вся история, о которой мы сейчас говорим. Роман, одну секундочку, мы сейчас смотрим карту, правильно, так должно быть, или ты поменял? Нет, нет, я хочу показать... Для того, чтобы новый документ, надо закрыть этот и открыть следующий. А, я не то сделал. Так, сейчас. Остановить демонстрацию и включить... А, вот остановить совместное использование. Простите, я вам не то показал. Сейчас, где у меня... Вот она у меня, 18-я династия. Вот сейчас пошла династия? Да. О, все, я должен нажимать красную, а потом зеленую. Все забыл уже, давно не оптимизировал. Так, значит, вот династия, которая начинается примерно за 200 лет до рождения Маше и заканчивается где-то во времена... Сейчас еще один момент, послушай, вот у тебя справа есть некоторый... Да, все, сейчас нормально. Да, вот так оставься, все нормально. Это просто что-то у меня на экран вылезло. Да. Значит, вот она, новая династия. Значит, династии египетские были короткие. Это 18-е, еще, ого-го, какая династия, она длилась 200 лет. И смотрите, сколько там поменялось фараонов. Но связано это было с тем, что здесь далеко не все фараоны были, ну, что называется, династически правильными. То есть, когда старший сын наследует отцу, и вот так вот все пошло-поехало, да. Здесь есть фараоны, которые стали фараонами, потому что они женились на принцессах, на дочке предыдущего фараона. То есть, как бы человек пришел со стороны, женился на дочке и стал фараоном. Или, значит, пришла женщина, взяли девушку в жены фараону и взяли ее совсем со стороны. Она вообще египтянка, но стала женой фараона и родила наследника престола. Дело вот в чем. В египетской знати из каких-то религиозных соображений был обычай жениться на близких родственниках. И самый вот правильный брак, который мог быть у фараона, это брак на собственной родной сестре. И как вы понимаете, ну, до открытий всякой генетики оставалось еще много тысячелетий. А результатом таких семейных пар была малодетность, бездетность, бесплодность и масса всяких других проблем. И вот эти проблемы, отсутствие легитимного правильного наследника приводили к быстрой смене династии. Так вот, фраза «встал новый фараон над Египтом» она на самом деле означает, что пришел Яхмос I. Пришла 18-я династия, которая сменила 17-ю династию. А династии менялись в результате военных переворотов, в результате того, что умер фараон и не оставил вообще никаких наследников. И приходится размышлять, кого поставить на это место. И по разным всяким другим причинам. Так вот, пока шла 17-я династия, то была некоторая преемственность. И хотя реально тот фараон, который был при Йосефе, который назначил Йосефа своим премьер-министром, он уже умер, но по крайней мере внутри династии шла преемственность, что был такой великий Йосеф, что он сделал потрясающие реформы, что он сделал Египет сильным, независимым, экономически и продовольственный по-всякому и по-всякому. И вот его братья, его потомки, все вот эти вот евреи, которые у нас живут, это наследники того великого прошлого, когда удалось сделать Египет сильным. И поэтому, так сказать, вот они живут себе в Гошине и живут, и хорошо, что они там живут, и это помогает Египту становиться сильнее и сильнее и сильнее. А потом происходит смена династий. И вот новая династия уже не помнит, что было со старой. Я вам должен здесь заметить в скобках, что вот то, что вы здесь видите внизу, шкала времени, минус 1500, минус 1400, минус 1300, это наша европейская, а точнее сказать иудо-христианская, еврейско-европейская шкала отсчета времени. Древний Египет не знал вот такого линейного счета времени от слова совсем. И египтянин не мог про себя сказать, я родился в 1961 году, тыр-пыр там и так далее, и так далее. Египтянин мог сказать, я родился в пятый год царствования Аминхотепа I. И только большие ученые, жрецы-историки могли помнить, когда началась 18-я династия и второй фараон этой династии Аминхотеп. А простой человек мог про себя привязать себя только к царствованию текущего фараона. Каждая новая династия обнуляла отсчет. И никто не мог сказать, что я родился, я знаю, в 1200 году от основания древнего царства Египта. Не было такой системы счета. Поэтому новая династия обнуляла всю историю, и вся история началась сначала. И в этой истории 18-й династии, прежде чем я начну следующую картинку, дальше будет разговор, мне на этой картинке, знаете, хочется, чтобы вы запомнили вот эту вот хадшипсут. Знаете, здесь все мужчины, от Яхмоса до Хоремхема. Все мужчины, кроме хадшипсут. А хадшипсут – женщина. Значит, вообще в истории Египта были три фараонихи. Женщины. Про Клеопатру мы не говорим. Потому что Клеопатра – это уже не этот вот древний Египет. А Клеопатра – это эллинистическая эпоха, это царство Птальмаидов. И, так сказать, к древнему Египту она уже имеет такое же отношение, как Советская Россия, к Российской империи. Так вот, было в истории Египта три царицы-женщины. Одна из них, хадшипсут, находится вот здесь примерно посредине 18-й династии. Мы это запомним. Идем дальше. И сказал царь, и сказал царь Египта, Паро, народу своему, вот народ сынов Исраэля многочисленнее и сильнее нас. Девятый посуг первого перека. Я обращаю ваше внимание на то, что впервые мы с вами названы народом. То есть, до этого мы были потомки Авраама, Цхака, Якова, сыны Якова, Исраэля. Все было какое-то такое семейное, семейное, индивидуальное. А вот здесь мы названы народом. И народом нас назвал не Всевышний, народом нас назвал не наш национальный вождь. Он еще не родился. А народом нас назвал египетский фараон. И это интересно. Вот народ сынов Исраэля многочисленнее и сильнее нас. И фараон или его советники, я не знаю, про это у нас в книге не сказано, оказался весьма проницательным. Дело не в том, что он нас назвал народом, а дело в том, как он нас назвал. Вот народ сынов Исраэля. В дальнейшем, там, где о нас будут говорить более комплементарно, будет такой оборот. Народ Исраэля, подчеркивая единство, подчеркивая, что евреи, хотя, значит, евреи живут в разных местах и говорят на разных языках и вообще, как многочисленные народы наши. Но все равно, если мы говорим народ Исраэля, мы говорим о единстве. А если мы говорим, вот народ сынов Исраэля, в этом обороте заложена некая множественность и разобщенность. Что мы не единый народ, а вот просто какое-то множество, множество, множество. И он отличается численностью. И вот с этой численностью собирается бороться новый фараон, новый парон. Что бы ни умножился, сказано дальше, а то прибавится и поднимется из страны. Да? Очень интересно. И я обращаю внимание ваше на то, что во всех, практически во всех антисемитских режимах возникало вот это противоречие. С одной стороны, нам бы не очень хотелось, чтобы евреи нас покидали. А с другой стороны, нам бы хотелось, чтобы они уж не слишком умножались и не слишком развивались и не слишком высокие позиции завоевывали. Ну, те, кто постарше, наверное, помнят, как это все было замечательно устроено в советской стране, когда был принцип трех «не» во всех серьезных организациях. Евреев «не» принимать, «не» продвигать и «не» увольнять. А в рамках всей страны принцип был такой – ограничить доступ к образованию, ограничить доступ к центрам принятия решений, ограничить проживание в каких-то крупных городах, столицах и так далее, но не выпускать из страны. Вот за выезд приходилось бороться. Удивительно, как антисемитские системы копируют друг друга. То есть фараон, с одной стороны, не хочет, чтобы евреи умножались, а с другой стороны, главное, чего он боится, что евреи поднимутся из Египта. Они ему нужны как рабочая сила, как, может быть, квалифицированные ремесленники. Но мы об этом еще дальше поговорим. И тогда фараон принимает первое антисемитское решение. Это бороться с еврейской численностью, давайте перехитрим его, чтобы не умножился, и поставили над ним начальника в повинности ради того, чтобы мучить его работами своими, и построили города запасов для порог, питом и рамзес. И хотя евреи вынуждены были тяжело физически работать, чего они, в общем, раньше, наверное, не очень делали, потому что со времен братьев Йосефа евреи были назначены руководителями стад фараона. Что, вообще говоря, работа была достаточно квалифицированная, то есть это некий хай-тек того времени. Египет был цивилизацией пшеничной, и об этом мы будем еще очень-очень много говорить и во втором, и в третьем нашем занятии. Египет был пшеничная цивилизация, все благосостояние которой строилось на земледелии. Но поскольку, в общем, молоко и мясо тоже вещи хорошие, то вот пришедшие евреи, которые были специалистами именно пастухами, стали начальниками, смотрителями египетского животноводства. Вот оно было сосредоточено в земле Гошин, и евреи этим занимались. А Нивская долина вся, это было производство зерна, производство зерна, производство зерна, причем в таком количестве, что Египет не только тогда, но и тысячелетия спустя был крупнейшим в регионе экспортером пшеницы. И, скажем, Великий Рим во времена Юлия Цезаря, на минуточку, существовал за счет импорта египетской пшеницы. Не своей итальянской, а именно египетской. Вот так сложилось. И еврейский народ все равно умножался и прорывался, и ситуация стала для Паро совершенно нетерпимой. Он хочет уменьшить численность евреев, не выгоняя их из страны, а численность евреев растет. И я обращаю ваше внимание на тринадцатый пасук. И порабощали Египет сынов Исраэля в тяжести. Вот в ряде переводов, которых мне удалось почитать достаточно много, там написано «И порабощали египтяне сынов Исраэля». Вот если вы откроете еврейский текст, то никаких египтян во множественном числе там нет. «И порабощали Египет сынов Исраэля». Значит, в тяжести. Обратите внимание, что многочисленным, но разрозненным. Где каждый сам за себя, в крайнем случае за свою семью. Но этого принципа национального единства евреев нет. Хотя именно этого бы боялся фараон больше всего, так его и нет. А вот этим многочисленным, разрозненным евреям противопоставлен Египет в единственном числе. И в тринадцатом пасуке слово «Египет» – «Мицраэм» в единственном числе. Не «Мицрим», не «Египтяне», а «Мицраэм» – «Египет». То есть это не просто страна и некая государственная система. Это мировая сверхдержава того времени. Это вертикаль власти, устойчивость которой символизируют вот эти египетские пирамиды. Это очень не случайный архитектурный символ, что внизу простой народ, дальше там воины, жрецы, руководители номов на мархе, министры фараона и на вершине пирамиды сам фараон. И вот это колоссальная, абсолютно устойчивая египетская вертикаль власти. Это науки и технологии. Вы знаете, вот лично для меня было полное удивление. Я очень долго не мог понять, как же это так возможно. Когда я увидел в Риге, в Музее истории и медицины, что в древнем Египте, вот во времена этих самых династий фараонов, сильно до античной эпохи, медики не просто делали там, скажем, трепанацию черепа, и пациент после этого выживал и продолжал жить долго и счастливо. Это умели делать и в неолите тоже. В древнем Египте делали глазные операции удаления катаракты. И были соответствующие инструменты для этого, и были соответствующие специалисты для этого. И это было все много-много тысячелетий назад, задолго до профессора Филатова и его учеников. Значит, это умели делать древние египтяне. Они на столетия опередили все окружающие страны. Так сказать, дальше песни о Египте мы петь не будем. Это продуманная система формирования элит. Человек становился чиновником высокого уровня не потому, что вот так получилось, так захотели, а потому что была система образования, были школы, была письменность. Из этих школ выходили грамотные и образованные чиновники, которые в зависимости от своих возможностей занимали ту или иную ступеньку в этой самой перимедальной вертикали власти. Это единая государственная идеология, которая поддерживалась, сохранялась и направлялась специальной кастой жрецов. И вот это все образовало единый Египет, который порабощает разрозненных сынов Исраиля. И, между прочим, не только сынов Исраиля. В египетском рабстве были все окрестные племена. И те, которые потом станут гордыми эллинами, греками, и те, которые находятся где-нибудь там в Ашуре по-восточнее, и те, которые находятся в нынешней Ливии по-западнее. Отовсюду египтяне в нужном количестве привозили себе рабов, которые работали на тяжелых физических работах. Так вот, евреям противостоит единый великий Египет. И эта ситуация повторится во время исхода. На берегу моря Тростника, в плохих переводах оно почему-то называется Красное море. Вообще это Ямсуф, море Тростника. Так вот, на берегу моря Тростника, там, значит, очень интересно сказано. И Паро приблизил, и подняли сыны Исраиля глаза свои. Опять-таки, сыны Исраиля, множественное число. И вот Египет движется за ними. И устрашились очень. То есть, не фараон со своими колесницами, не войско египтян. Египет, величайшая держава, она движется за ними. И что потом станет с этой величайшей державой, мы будем говорить отдельно. Но примерно то же самое, что стало с Советским Союзом в 1991 году. Если бы годик и так за четыре до развала СССР кто-нибудь бы сказал, что вот через четыре года этой великой державы уже не будет, и доллары будут продаваться на каждом углу, и можно будет ездить за границу и все что угодно, то на человека бы посмотрели как на сумасшедшего. Значит, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, потому что великий, значит, и могучий Советский Союз стоял, стоит и будет стоять. И это вот впечатление, что вот эта вот пирамида будет стоять долго, это такое очень интересное человеческое заблуждение. Окей. Так вот, пытаются поработить сынов Исраэля в тяжести. И дальше очень интересный посуд 14-й. И огорчали жизнь их. Всякая работа тяжелой, глиной, кирпичами, всякой работой в поле, всякими работами своими. Огорчали жизнь. Очень интересно. То есть, это уже не просто чисто физическое издевательство, притеснение и прочее. Это еще и огорчение. Это еще и психическое давление. Значит, вы знаете, когда читаешь воспоминания о немецких концлагерях, в российских концлагерях я не слышал о таком, а вот в немецких концлагерях иногда заключенных заставляли заниматься бессмысленной работой. То есть, вот делятся на две бригады, и одна переносит там камни или песок из пункта А в пункт Б, а другая переносит их из пункта Б в пункт А. И все это бегом под плетками надсмотрщиков. Вот такая совершенно бессмысленная работа, которая действует на человека на самом деле гораздо сильнее, чем работа осмысленная, хотя бы и тяжелая. То есть, вот египтяне не просто поработили в тяжести евреев, но еще и огорчали жизнью. То есть, к физическому давлению прибавляется моральное. Но и это моральное давление не достигает цели, которую ставит перед собой фараон. Евреев все равно слишком много, и фараон переходит, говоря языком 20 века, к окончательному решению еврейского вопроса, то есть геноциду. И сказал царь Египта акушеркам ивриот. Имя одной шифра, имя второй пуа. И сказал им, когда будете рожать ивриот, то есть тогда, когда акушерки будут приходить для родовспоможения к еврейкам, смотрите на овнаим. Овнаим мы не очень хорошо понимаем, что это такое, но это некое такое приспособление для успешных родов. Что-то типа двух опор, двух камней, за которые держится роженица для того, чтобы облегчить ее положение во время родов. Так вот, смотрите на овнаим, если сын, он, и умерщвляйте его, а если дочь, она и живет. 15-16 по сути. То есть идея паро заключается вот в чем. На иврите слово мужчина, мужской, Захар. И это слово одно коренное со словом память, Зехар. Это очень не случайно. И фараон, уничтожая все мужское в еврейском народе, хочет вытравить всякое национальное чувство, всякую национальную память. И опять-таки, во всех антисемитских режимах поступают именно так же. Вытравить все еврейское. Пусть будет ассимиляция, пусть будет все, что угодно, но чтобы не было еврейской памяти. Не было памяти за нашей спиной, а более чем четырехтысячелетней истории. Все должно начаться с позавчера. Никакой большой истории быть не должно. А вот девочек надо сохранять. А если дочь, она и живет. А почему? А потому что фараон видит колоссальную жизненную силу еврейского народа. А где сосредоточен жизненный потенциал? Где появляется большое количество детей? У девочек, у женщин, у наших еврейских женщин. И поэтому этот жизненный потенциал фараон хочет использовать на благо еврейского народа. Окей? Это его задача. Но эта идея тоже провалилась. Трепетали акушерки перед дологим и не делали, как говорил им царь Египта, и оживляли всех детей. То есть не просто, так сказать, принимали роды, но если были какие-то проблемы, то они детей оживляли. То есть они эти проблемы преодолевали. И тогда Паро, и вот это полный пароксизм антисемитизма. Это вот его высшая точка. Империализм как высшая стадия капитализма. Так вот, это высшая стадия антисемитизма. Фараон приказывает провести геноцид собственного народа, египетского. И приказал Паро всему народу своему, египетскому, сказав, «Всякого сына родившегося в реку бросайте, а всякую дочь оживляйте». Смотрите, это вообще понять это невозможно. То есть психика антисемитизма, какие режимы в мировую историю можно считать антисемитскими, отвечу обязательно. Значит, вот эта вот психология антисемитизма совершенно фантастична. То есть ради того, чтобы не было евреев, уничтожаем собственный народ, уничтожаем своих египетских мальчиков, а не кого бы-то там еще. Вот. Привести пример. Привожу. Значит, 1944 год. Идет депортация венгерских евреев в Аушвиц. Дело в том, что до 1944 года при режиме Хорте с евреями в Венгрии, сказать, что-то такое было, но, по крайней мере, никакого тотального уничтожения не было. Значит, в 1944 году в Венгрию входит Вермахт. И в Венгрии переходит под прямое немецкое управление. И, естественно, окончательное решение еврейского вопроса, и, так сказать, их везут в Аушвиц, в другие места. Но в Венгрии евреев не 10 и даже не 10 тысяч. Речь идет о 600 тысячах человек. И для этого нужны соответствующая инфраструктура, да, некоторое количество железнодорожных составов. И надо просто посмотреть внимательно на историю Второй мировой войны. Значит, идет в этот же момент Болотонская операция. И ситуация на фронте, на восточном фронте для Германии такова, что Германия может в течение буквально там нескольких недель полностью лишиться доступа к нефти. К нефти, которая качалась из источников в Румынии. Значит, просто Германия будет отрезана от нефти. И это означает, что война кончится в течение двух недель, потому что, к сожалению, для немцев не все можно заправить синтетическим горючим, да и того горючего у Германии не так-то много. Нефть нужна. И вот Имперское министерство транспорта получает два взаимоисключающих указания. С одной стороны, нужно обеспечить энное количество эшелонов для транспортировки венгерских евреев. А с другой стороны, нужно обеспечить энное количество эшелонов для подвоза боеприпасов, подкреплений и так далее на Восточный фронт противодействовать вот этой вот самой Болотонской операции. Министр транспорта не способен сам решить эту проблему, куда отдать эшелоны, на что их направить, и запрашивает Рейхсканцелярию, руководство Германии. Что делать, когда приходят два взаимоисключающих указания? Ну, вы уже, наверное, догадываетесь, какой ответ он получает из Рейхсканцелярии. Все эшелоны на транспортировку евреев. То есть, черт с ним, погибнет армия, которая сопротивляется наступлению советской армии, погибнут солдаты, а в итоге погибнет Германия. И это не важно. А главное, чтобы были уничтожены евреи. То есть, антисемитизм доходит до такой степени, что своего народа не жалко. Бросайте всех мальчиков в грех. Значит, будет время, я приведу еще какие-нибудь примеры на эту тему. Итак, египтяне уничтожают мальчиков своих. А мы уже с вами в самом начале говорили, что в египетской знати были приняты близкородственные браки. Из каких-то там религиозных соображений я не египтолог. И в доме фараона очень может быть, что вследствие вот этой антисемитской акции возникает проблема. Нет наследника престола. Вот нет. А нужен. И Тора нам говорит о дочери фараона, но нигде не говорит о сыновьях фараона. Вот не говорит. Не говорит ни о сыновьях, ни о внуках. А есть только дочь фараона. И хотя я вам уже показал, что в 18-й династии была Хадшипсут, и мы это запомним. Но вообще в те времена в истории Египта мы знаем трех женщин-фараонов. Это самая первая женщина-фараон, нефрусебек, так ее звали. Значит, вот здесь года по европейскому счету. Выше упомянутая Хадшипсут. И Нефертити, которая жила вот позже всех. Клеопатру я вам уже говорил, почему я ее сюда не вписал. Это не египетский Египет, а это эллинистический Египет. И теперь обратите внимание, когда родился Маше Робейну. Значит, он родился в 1392 году по европейскому счету или 2368 год от сотворения мира. Это наша традиция. Значит, то есть рождение Маше Робейну, оно как раз приходится где-то на 18-ю династию. Где-то рядом с Хадшипсут, где-то рядом с Нефертити, где-то между ними. Вы знаете, наша хронология, она вполне соответствует нашей традиции, вполне соответствует письменным источникам, которые у нас за очень большое время. И в этих письменных источниках, опять-таки, мы с вами это обсуждали в разделе «Береши». Посмотрите в «Белой книге», сейчас на этом останавливаться не буду. Там впервые, как важнейшая религиозная ценность, указана хронология. Хронология от сотворения мира, причем она указана с двойной избыточностью, чтобы ни в коем случае не запутаться и не забыть, кто за кем следует, кто когда родился, кто когда умер, кто сколько лет жил. И вот вся эта хронология четко-четко-четко расписана. С египтологией все гораздо хуже. Я взял эту таблицу из Википедии. Википедия – это наше все. И вот там написано слово «около», потому что датировка событий в Древнем Египте именно из-за отсутствия хронологии, именно из-за того, что там все привязано только к дате воцарения очередного фараона. Там все это есть такая теория, есть такая теория, есть такая теория, причем разные теории иногда расходятся в датировках, ну так, на сто лет. Поэтому, скажем, вышеупомянутая фараоника Хадшипсут вполне могла жить рядышком с рождением Машера Бейна. А могла жить раньше, а могла жить позже. И то же самое Нефертити. Вот Нефрусебек, она вроде была гораздо раньше, чем мы появились в Египте. А вот с этими двумя фараониками есть некая большая проблема египетской, египтологической датировки. При этом научная египтология, она существует всего-навсего чуть больше двухсот лет со времен египетского похода Наполеона. И вот за эти там 230, грубо говоря, лет египтология умудрилась три или четыре раза полностью менять все свои научные. Только научные, никаких, значит, это, но вот свои научные теории египтология меняла несколько раз, потому что открыли новую гробницу, нашли новый папирус, нашли новые рисунки и так далее. И все сразу стало по-другому. Раньше, позже появились какие-то новые мысли у египтологов. И вот таких революций в египтологии за 230 лет было не меньше, чем революций, скажем, в химии или в физике за тот же период. Поэтому смотреть на датировку египтологов нужно, важно, но относиться к этому надо спокойно. И я хочу вам показать одну очень интересную фразу, которая относится вот к биографии Нефертити. Значит, посмотрите, пожалуйста. Это не я придумал фразу, это фраза египтологов. «Отсутствие у царицы сына, наследника царского престола могло сказаться на ухудшении взаимоотношений внутри царской семьи». Когда я увидел эту фразу, не я ее сочинил, я ее списал у египтологов. Так вот, когда я ее увидел, я просто пришел в шоковое состояние. Значит, некая египетская принцесса, некая дочка фараона хочет сына. Кстати, у Нефертити было пять дочерей, но сына не было. И вот отсутствие сына – это была проблема. Так вот, я вовсе не говорю, что ту принцессу, которая спасала Маше из Нила, мы сейчас об этом поговорим, я вовсе не утверждаю, что ее звали Нефертити или что ее звали Хатшипсу. Не знаю. И, так сказать, оставим это египтологам, и пускай они после своей очередной египтологической революции, очередной находки объяснят нам, кто же был спасителем Маше. А мы сейчас откроем нашу Тору и посмотрим, что же там написано. А написано там совершенно потрясающая вещь. Значит, это уже второй перег, первый пасух. «И пошел муж из дома Леви и взял дочь Леви, и забеременела жена, и родила сына, и увидела его, что хорош он, и прятала его три месяца, и не могла еще прятать его». Далее по тексту. Давайте здесь остановимся и придем в полное удивление. Вообще Тора – это совершенно потрясающая книга, которая устроена так, что на каждой фразе она нас чем-нибудь удивит. Что мы ждем чего-то одного, а видим что-то другое. И удивление здесь состоит вот в чем. Что первый и единственный раз во всем Танахе биография человека обезличена. Понимаете, что я говорю? Значит, и раньше, и позже всегда Авраам родил Ицхак, и Ицхак родил Якова, и Яков родил Яуду и братьев его. Мы всегда знаем, кто был папа, кто была мама, кто был дедушка и кто был прадед. И вся эта генеалогия строго прописана, четко и понятна. И мы никогда не ошибемся в том, чьим дедушкой, кто был там отец Медьяна, и дедушкой, и Тро там и так далее, и так далее, и так далее. Все это написано. И написано так, что даже перекрестной проверке вполне себе подлежит. По разным разделам, по разным книгам все хорошо совпадает. И вот здесь единственный раз идет обезличка. Пошел кто-то из колена Леви, из дома Леви и взял дочь Леви. Достаточно понятно, что муж Леви женился на девушке из того же колена. Но здесь есть еще одно соображение. Есть такое мнение, и это мнение среди наших мифаршин весьма распространено. Что в Египте колено Леви занимало особенное положение. Что оно было в какой-то мере, я не утверждаю, что всегда так было и полностью так было, но в какой-то мере колено Леви относилось к жреческому сословию. И в качестве такового, если вы помните, что там происходило раньше в книге Берешит во время реформ Йосефа, когда все египтяне оказались, по сути дела, неимущими подданными фараона и жили только милостью великого дома. То жрецы сохранили свою экономическую самостоятельность, политическую самостоятельность. Это были жрецы, которые отвечали за определенную часть государственной жизни и поэтому, так сказать, должны были быть экономические по-всякому самостоятельные. Так вот, есть мнение, что колено Леви позиционировало себя как колено, сохраняющее еврейскую традицию. Мы, вот так сказать, заботимся о том, чтобы еврейский бог ни на что не разгневался и чтобы все было хорошо. И поэтому мы будем заниматься своим делом, а другие пусть строят города, питомы, рамзесы и всякое разное прочее. И в качестве такового колено Леви вполне вероятно имело какие-то контакты с семьей фараона и вообще с домом фараона и с правительством Леви. Ну, хотя бы на уровне Амрама, на уровне предстоятеля. Так вот, то, что мы здесь видим, я выдвигаю некую гипотезу. Но я ее сейчас вам постараюсь подтвердить и показать, что все описанные факты в эту гипотезу великолепно ложатся. Если, так сказать, появится другая гипотеза, которая будет объяснять те же самые факты еще лучше, я же не против, пускай будет. Но моя гипотеза имеет право на существование. Мы видим договор о суррогатном материнстве. Я вас еще раз отправляю к этой фразе египтологов. Отсутствие у царицы сына наследника царского престола. Извините, извините, я сейчас выключу телефон, чтобы он здесь не мешался. Я его должен выключить. Ой, простите. Это надо было сделать в самом начале. Так, все, выключил. Так вот, что такое? Я его выключил. Так, значит, нет наследника царского престола, а нужен. А мальчиков-то в стране нет совсем, а мальчиков-то велено убивать. И вот как раз тот период, когда убивают мальчиков, в предыдущем по сути сказано было и приказал порог всему дому своему, а вот теперь пошел муж из колена Леви и взял жену Леви. Так вот, я утверждаю, что между мужем из колена Леви и женой Леви и между вот той самой принцессой фараоновой дочкой был заключен договор о суррогатном материнстве. И договор этот, как и сейчас, договор о суррогатном материнстве имеет важный момент, что родители отказываются от всяких прав на ребенка, что этот ребенок будет сыном там или дочерью того, с кем заключен договор. И поэтому идет обезличка. Некий муж вообще, мужчина Левит и некая женщина Левит, они заключили такой договор и забеременены, и родили сына. А дальше очень интересный вопрос. Почему они могли его прятать три месяца и не могли прятать еще? Ответ очень простой. Если бы они родили дочь, то, ну, я условно назову Нефертити, не цепляйтесь к словам, у Нефертити уже есть пять дочерей. Шестая дочка, ей не нужна. И нужен сын. А как узнать? В те времена УЗИ, при всей развитости египетских технологий, УЗИ еще не было. И поэтому сначала должен родиться ребенок, а потом нужно сделать так, что он родился у принцессы, а не у какого-то там Левита. Это должен быть легитимный сын египетской принцессы, внук фараона, наследник престола. А как это сделать? А сделать очень просто. Надо дождаться рождения ребенка. И вот когда он родится, и когда ясно, что это сын, вот тогда мы начинаем. А что мы начинаем? А принцесса начинает на живот под платье подкладывать подушечки и демонстрировать всем беременность свою. И как знают все, кто имел отношение к рождению детей, все знают, что заметна со стороны беременность последних трех месяцев. В первый месяц только сама женщина знает, что она там первый, второй, третий, сама женщина знает, что с ней происходит. А со стороны ничего не видно. Все еще очень такое маленькое. А вот последние три месяца животик начинает расти. И вот эта принцесса должна демонстрировать всем, кто ее видит. Когда мне скажут, что есть еще какие-то женские дела, не надо. Принцессу никто не видит ни во время утреннего туалета, ни во время, когда она ходит в ней укупаться. Никто и никогда ее не увидит. А кто только попытается увидеть, тот никому об этом не расскажет, потому что голову отрубят просто сразу. А вот когда она выходит в тромный зал, когда она выходит на торжественную трапезу, когда она выходит на процессии какие-то религиозные, вот тут ее видят. И видят многие, и всем не объяснишь. А поэтому она имитирует беременность. И вот эти три месяца, это не потому, что ребенок начал бы громко кричать, и соседи бы тут же донесли в египетскую полицию. Вначале он кричал бы, наверное, еще громче. Это потому, что принцесса уже, так сказать, положила достаточное количество подушечек на живот, или там подушечку достаточного размера, и пора имитировать роды. Роды принцессы, а не какого-то там безымянного левита. Его имени здесь нет. Смотрим, что же дальше происходит. И взяла ему ковчег из гоме, ну что такое гоме, не знаю, по некоторым мнениям это из стеблей лотоса сплела корзинку, ну это неважно. И положила в него ребенка, и вот я обращаю ваше внимание, что на иврите все написано очень правильно, а вот переводы бывают очень фантастические. И положила вот этот ковчег из гоме, ковчег, ну коробку, корзинку, что хотите, в тростнике у берега реки. То есть вот никаких, как я видел какой-то голливудский фильм на эту тему, там пустили плавать в свободное плавание, эту самую корзинку с младенцем, и его вылавливают где-то посредине реки. Сейчас. Ничего подобного. У нас написано в книге, давайте читать. И положила в тростнике у берега реки. У берега реки тростник растет. Никто его не пускал плавать по воде. Его надо аккуратно передать египетской принцессе. И вот тут новая новость. И встала сестра его издалека узнать, что сделано будет ему. Я вам только что рассказывал, что увидеть, как купается принцесса, или как она делает утренний туалет, это абсолютно невозможно, ни для кого. И времена, когда, так сказать, утренний туалет Екатерины Великой – это был дворцовый прием, куда приходили десятки и сотни придворных, значит, эти времена еще не пришли. И должен вам сказать, и мы это знаем из исследований эгиптологов, что фараон и члены его семьи – это были боги. То есть вот боги с маленькой буквы, понятно, что это не наш Всевышний, что это ихние египетские дела, но, так сказать, речь шла о том, что это не люди. Это некая божественная сущность. И в качестве божественной сущности у них нет ничего человеческого. И поэтому фараон, утречком проснувшись, шел окунуться в Нил. Так было принято. Погода позволяет, там тепло. Река священная для египтян. Фараон, один из титулов фараона был «Великий нильский крокодил», «Повелитель Нила», неважно. И вот я извиняюсь, но в момент своего окунания он делал то, что добрые люди делают, вставшие ото сна. Таким образом, всем египтянам демонстрировалась божественная сущность фараона, что как раз все человечество ему чуждо, что он такой вот не совсем человек или совсем не человек. То же самое делает его принцесса, его дочка. И она идет к реке. И как вы можете догадаться, то место, где фараон и члены его семьи окунаются в Нил, это место не просто охраняемое в Египте, а оно особо охраняемое. Знаете, я уже так довольно давно говорю, поэтому я что-то буду пропускать. Если кому-то будет интересно, я могу за скобками нашей сегодняшней беседы рассказать о том, что как охранялись подобные места в советское время. Мне это довелось посмотреть. Так вот, охраняемый участок Нильского пляжа, куда не может попасть, я не знаю, мышь туда пробежать не может. Египетская кошка, которая, так сказать, является сама по себе божеством, не может там гулять. И туда идет дочь фараона. А оказывается, что туда уже пришла Йохевет с корзинкой. Я назвал ее Йохевет, мы об этом узнаем только гораздо позже, много лет спустя. Вот пришла вот та жена, которая родила ребенка. Пришла с корзинкой, и ее пустили, или охрану отозвали, или пропуск у нее был специальный. Но она пришла и поставила корзинку там, где надо, и ушла. И оставила свою доченьку постоять в сторонке и посмотреть. Знаете, раскроем скобки. И посмотреть, как купается дочь фараона. Потрясающе. Хорошо. А дальше. И спустилась дочь Паро купаться в реке. Так написано в пятом пасуке. И служанки ее идут рядом с рекой. Значит, смотрите, география события. Дочь Паро спустилась к реке, А ее служанке, понятно, что свита, она, дочь Параона не умеет ходить сама, она идет где-то рядом, где-то на расстоянии. Но дочь Паро не одна, а она послала рабыню свою в какой-то момент. Она увидела ковчег в середине тростника и послала рабыню свою и взяла его. Служанки Паро идут где-то. А рядом с дочкой идет некая рабыня, рабыня Ама. Ама – это слово однокоренное со словом рука, локоть. В локтях мерили Амот. Это некая ее доверенная, ближайшая телохранительница. То есть, когда дочь Паро будет окунаться в Нил, вот это утреннее окунание в Нил, то все служанки где-то там, далеко. А с ней одна единственная доверенная. Ну, должен же кто-то помочь ей раздеться, одеться, полотенце подать, там я не знаю. Вот, ну не может она это все делать в одиночку. Смешно. Но, значит, с ней есть вот одна Ама, которая в курсе всего. И вот в этот момент разыгрывается сцена случайных родов. Ах! И взяла его, и открыла, и увидела ребенка. И вот мальчик плачет. Ура! Произошли случайные роды. Очень часто наши комментаторы, еврейские комментаторы, говорили о том, что вот этот мальчик был уже обрезан, потому что три месяца прошло. А, так сказать, после Авраама стали всех обрезать на восьмой день. Это правда. И так объясняют, почему, там, значит, вот, кормилиться, выкармливали и все такое. Это правда. Но не все. Дело в том, что во времена наших комментаторов раньше и во времени не было науки египтологии. И не было раскопок археологических в Египте. И не было сотен и тысяч мумий, которые великолепно сохранились и демонстрируются в разных музеях мира. Так вот, у египетской знати обрезание было принято. И мы это знаем совершенно точно, потому что это все видно на мумиях фараона и не только фараона, а вообще достаточно знатных людей Египта. Они все были обрезаны. Поэтому обрезание – это не проблема. И то, что ребенок обрезанный, хорошо, так он же, между прочим, внук фараона, да, сын принцессы, должен быть обрезан. Какой жрец сделал обрезание, не обсуждается. Проблема в другом. Проблема в том, что в итоге такого потрясения, необычных экстренных родов, у принцессы пропало молоко. И она не может кормить своего сына. Молока нет, увы. А до детских молочных кухонь остается еще примерно там 4 с лишним тысячи лет, да? Нет, 3 с лишним тысячи лет. 3-300 лет. Неважно. И тут подбегает сестренка к принцессе и говорит ей, а вот, значит, давайте я вам сейчас приведу кормилицу. И кормилица все сделает очень хорошо. И принцесса говорит, о, класс, а то у меня вот молоко пропало от экстренных родов, а ребенка-то надо кормить. И тогда, значит, сказала ей дочь Паро, пойди. И пошла девушка и позвала, естественно, мать ребенка. И тут уже она идет с гордо поднятой головой через всю эту охрану пляжа, через все эти пропускные пункты, потому что она вызвана во дворец принцессы работать. И сказала ей дочь Паро, возьми ребенка этого и выкорми его мне и дам награду твою. Ну, это уже не договор о суррогатном материнстве, а это договор с кормилицей. Совершенно нормальная вещь. И дам награду твою. Награду за суррогатное материнство. Уже не волнуйтесь, они получили. А теперь, значит, вот тебе еще отдельно за выкармливание ребенка. И дальше я хочу только, значит, ну, мы вроде обсудили все аспекты и про обрезание все понятно, чего я не сказал. Ага, значит, дочь Паро проявляет максимальную заинтересованность в результате операции. То есть, вот эта фраза «выкорми его мне». Ну, не просто так, это мой ребенок, выкорми его мне. И он для меня очень важен. Мне нужен сын. И мы с вами продолжаем смотреть. Отсутствие у царицы сына наследника могло сказаться на ухудшении взаимоотношений внутри царской семьи. Мне нужен сын. Точка. Значит, и взяла жена ребенка и выкармливала его. И тут надо понимать, что в те времена, опять-таки, отсутствие молочных пухонь и прочего-прочего, грудное вскармливание длилось гораздо дольше, чем сегодня. И в те времена грудное вскармливание могло длиться и до двух лет, и до трех лет. Поэтому «выкорми» – это не значит несколько месяцев. Это может быть и два, и три года. Тора об этом намекает. А дальше мы уже просто понимаем, как это было устроено в те времена. «И вырос ребенок и привела его к дочери Павла». Что значит «привела»? Значит, ребенок шел своими ножками. Она его за ручку взяла и привела. То есть речь идет, ну, как минимум о том, что ему два или, может быть, три года. «И стал ей сыном, и назвала имя его Маше, и сказала, ведь из воды вытащила я его». Значит, имя Маше или Масе – это вопрос Некудот у египтян в аэрографии. И в иероглифическом письме тоже были всякие там Некудот снизу, Некудот сверху. Вообще у них было четыре ряда в письме. Это неважно. Так вот, Моше или Мосе или Мсе – это все одно и то же эгипетское слово. Оно означает две вещи – вода и сын. И фараон Рам Мсес означает сын бога Рам в переводе на русский язык. Поэтому Маше – это сын или вода, или сын из воды. И так его назвала египетская принцесса, и это имя стало именем вождя еврейского народа. Значит, вот мы остановились на том, что вырос ребенок. Так, у меня еще некоторое время есть. Значит, и Маше оказывается во дворце принцессы, и он сын принцессы, и он воспитывается как наследный принц, как наследник египетского престола. То есть он получает все абсолютно образование, которое положено египетскому принцу. Все наследник. Его учат читать, писать, считать. Его учат истории, географии. Его учат политики. Его учат как военному искусству. Ну, всему, чему надо научить наследного принца. Так вот, проходит 10, 15, 20 лет. Это серьезный процесс. Мы уже говорили о том, что к подготовке элиты в Египте относились очень серьезно. Там не мог стать фараоном просто так человек с улицы. Он должен был иметь какие-то фараоновые качества. И было в те дни, и вырос Маше. Знаете, мы много раз говорили о том, что в Торе нет лишних слов. И в двух последующих пасуках, да, вот в 10-м написано, и вырос ребенок, и в 11-м написано, и вырос Маше. Ну, то, что ребенка назвали Маше, опять же, сказано в 10-м. Что ж тут говорит новый 11-й пасук? Чем он нас хочет удивить? Нам уже сказали, что вырос ребенок. И опять вырос ребенок. Нет. Это совершенно другое дело. Потому что первое – это вырос ребенок физически. Вот он родился, да, и совершенно вот он беспомощный, там, ручками двигает, ножками сучит, пищит, кричит. Совершенно это еще не человек. А вот когда его мама привела к принцессе, он уже физически вырос, он уже где-то достиг того возраста. Знаете, у нас в три года делают первую стрижку ребенку и ведут его в хедер, начинать учить Алифбет. Да, в три года начинается учение. Так вот, физически Маше вырос в 10-м пасуку. А нравственно, образовательно, ментально, как хотите, он вырос в 11-м. Он прошел курс наук. Он получил университетский диплом. Доктор наук фараонова университета. И вот это его рост образовательный, культурный, нравственный. Вот в чем разница между 10-м и 11-м пасуком. И вышел к братьям своим. А вот это очень интересный такой вопрос. А куда он вышел и к кому он вышел? Потому что на самом деле говорить, что он вышел искать евреев из фараонова дворца – ай-яй. Он египетский принц. И он вышел посмотреть, что делают египтяне за пределами дворца. Он должен познакомиться с той страной. Завтра это будет его страна. Завтра он станет фараоном. Значит, ну завтра условно, да. Он станет фараоном и будет управлять Египтом. И он должен познакомиться со своей страной. Это совершенно нормальное завершение образования наследного принца. Поезди по стране, посмотри, как все устроено. Запомни. И сядешь ты во дворце, ты будешь знать, чем Верхний Египет отличается от Нижнего Египта. Где столица, где Намархи, где вражеские племена, где что. Естественно. Так вот, он вышел посмотреть к египтянам, к египтянам он вышел, к братьям своим. Он египетский принц. И увидел работы их. И увидел мужа египтянина, бьющего мужа еврей из братьев его. О, мужа еврей из братьев его. То есть, Маше находится в некоторой раздвоенности. У него сохранились, ребенок в три года уже очень многое помнит и многое знает. И у него сохранились какие-то воспоминания о еврейском детстве. О том времени, когда его настоящая биологическая мама пела ему колыбельные песни. А родители разговаривают между собой на каком-то вот своем языке. И он это обязательно помнит. И он помнит, может быть, отдельные слова, но все равно вот это что-то такое у него есть. А дальше у него египетский слой. И он, конечно, прекрасно говорит по-египетски и знает все египетские науки и все на свете. Но у него в голове есть вот эти два слова. И поэтому он должен разобраться, а где же его братья, а кто он на самом деле. И вот он увидел египтянина, бьющего мужа еврей. И дальше Маше делает выбор между египтянином и евреем. И этот выбор, он в пользу угнетенных. Так сказать, вот Маше вступается за угнетенных. Он еще не очень осознает себя евреем. Так сказать, мы об этом еще будем говорить дальше. Но он вступается за угнетенным. Как же так? Вот этот бьет вот этого. И он египетский принц. Он вообще говоря отвечает за порядок в государстве. Или будет отвечать там через небольшое время. И он убивает египтяника. И прячет труп в песке. Вот годы спустя, много лет спустя. Мы с вами в следующий раз поговорим, насколько много. У горящего куста Маше услышит слова Всевышнего. Не Аарон ли брат твой Леви? А в Египте узнает от Аарона свою подробную родословную. И узнает, что он таки еврей. Он прямой потомок Авраама, Ицхака, Яакова и сына Яакова Леви. И у Леви родился Киат и Амрам. И Амрам взял Йохевед себе в жену. И родила ему Аарона и Маше. И сколько лет жил Амрам. И сколько лет жил Леви. И так далее, и так далее, и так далее. Значит, это все произойдет гораздо позже. Но вот здесь произойдет первая спонтанная вот такая вот реакция. Как же так? Я египетский принц, а у меня в стране вот такое безобразие творится. Ух, сейчас я ему! И убил. Хорошо. Следующим номером нашей программы выступают годы учения Маше. Так, слушайте, у меня осталось 17 минут. Я боюсь, что годы учения Маше. Может быть, оставить время для вопросов, нет? Да, вот это мы оставим на потом. Значит, я прошу прощения. Сейчас мы вопросы будем отвечать. Господи, все желающие могут включить микрофон и озвучить свой вопрос. Да, пожалуйста. Я вот открыл чат и пытаюсь посмотреть по чату. Очень интересная и познавательная лекция. Я в восторге. Спасибо. В Советском Союзе без лагерей тоже работала. А как же? Работа была везде. И, как говорили диссиденты, у нас есть малая зона и большая зона. Малая зона за колючей проволокой, а большая зона за границей. Ну, что же делать? Какие режимы в мировой истории можно считать антисемитскими? Ну, яркий антисемитский режим – это, конечно, режим национального социализма, где руководителем был Адольф Лоизевич, Шекльгрубер, Гитлер. А не менее антисемитским, а может быть в чем-то и более антисемитским, был режим интернационального социализма, где начальниками были Владимир Ильич Ульянов, там Иосиф Иосиф Иосифович Джугашвили и их последователи. Значит, если кого-то заинтересует, то я просто попрошу у Натана дополнительные часы и расскажу про антисемитизм в советской стране, который был в чем-то страшнее антисемитизма Адольфа Лоизевича. И пусть вас не замыливает вам глаза история про 6 миллионов. Если бы соратники не убили Большоусова, то, так сказать, окончательное решение еврейского вопроса произошло бы в СССР. Так сказать, ну, нам повезло, мне в частности. Лично мне очень сильно повезло. Простите, непонятна логика, для чего было истреблять египетских мальчиков. А вот это потрясающий вопрос. Очень правильно. У антисемита нет логики. Вот в чем фокус. А какая была логика у Гитлера, который требовал отдать все эшелоны на перевозку евреев, когда его армия гибла без подвоза боеприпасов и подкреплений? Это логика. Это военная логика. Это логика государственного деятеля. Это логика фанатика. Пусть будет что угодно, но я должен уничтожить этих евреев. Что бы ни подменяли. Но, значит, очень может быть. Очень интересно узнать без пропусков. Что без пропусков узнать? Я прошу Вадима включить микрофон и пояснить вопрос. Так, шалом. Получается, что антисемитизм есть везде в Галуте, где есть евреи? Разумеется. Разумеется. А также в Израиле тоже есть антисемитизм. Ну, что делать? Так. Значит, такая у нас страна. Мы в ней живем. Это наша страна. Другой у нас не будет. Так, Тов, если есть еще вопросы, я готов их выслушать. По поводу пропусков. Добрый вечер. Добрый. По ходу лекции вы говорили, что будете пропускать многое, но если кому интересно, то вы как-то эту информацию дадите. Вот интересно узнать, как и где. Значит так, я тогда беру на себя повышенные социалистические обязательства. У нас с Натаном был договор, что если я не буду укладываться вот три раза по два часа, то мы еще в какой-то день добавим, есть такая возможность. Мне казалось, что... Да, нет проблем. Вот. Все. Значит, мы добавляем, и я постараюсь заполнить все пропуски. И только я вас попрошу об одном. Напишите Натану и напишите мне, потому что пока... Вы знаете, лектор, когда что-то рассказывает, он увлекается. Я за собой знаю этот грех. Если вы сейчас мне скажете, а что я пропустил в первом часе, ребят, я не вспомню. Значит, поэтому напишите, пожалуйста, в письменном виде свои вопросы по прочитанному материалу, и я в дополнительное время к ним вернусь и их последовательно и постараюсь по возможности четко изложить. Только напишите это вот Натану в телеграм-группу, в чат, мне, я уже показывал свой мейл, если надо, я его покажу сейчас еще раз. Так, вот, пожалуйста, мой мейл, списывайте, и это мейл не только для заказа белой книги, это мой личный мейл. Любые вопросы, которые вы мне пришлете, я беру на себя повышенные обязательства. В следующей нашей беседе Натан скажет, когда она будет, и я на все вопросы отвечу. А если будет какой-то очень такой специфический персональный вопрос, отвечу на него письменно. Мне не жалко. У меня тоже есть вопрос насчет этой теории вашей. Откуда вы ее взяли, сами придумали, или были какие-то в Медрошах, или не знаю, как? Вот, значит, я понимаю, спасибо, я понял ваш вопрос, спасибо. Значит, мне очень стыдно, то есть в таких случаях я обычно говорю так, что у меня высота потолка в квартире всего-навсего 205 сантиметров, и я не могу задрать нос туда, куда его хочется задрать. Так вот, мне очень стыдно, но это не из Медрошей, это я придумал сам. Вот, всю теорию суррогатного материнства я придумал сам. Почему? Потому что суррогатное материнство – это история, в общем, 20 века. Вот то, что сегодня называется суррогатное материнство, вот это вот… Извините, насчет суррогатного материнства – это не 20 век, это еще даже было тоже так же в Медрошах, когда Ревка и Элея, они рождали детей. Да, но это немножко другое. Значит, согласно нашей традиции, согласно Аллахе, ребенок, рожденный вот наложницей на колени жены, получал статус сына. И, так сказать, вот это было, между прочим, и раньше, чем Ревка и Элея. А что делала Сара с Агарью? Да все то же самое. Может быть, построюсь от нее? Вот она родит ребенка мне на колени, и я построюсь от него, это будет мой ребенок. Значит, там не получилось, у Рафель и Элеи получилось. То есть, так сказать, это немножко другое. А другое вот в чем, что мы знаем имена Билги и Зилпы, и мы знаем имя Агарь, и даже знаем, кто ее папа был. Вот. Значит, здесь закрыты имена. И был муж Леви, и взял жену Леви, и все. И вот именно это суррогатное материнство. А материнство Билги, Зилпы и Агарь не было в этом смысле суррогатным. Это был статус наложницы и статус ее сына, который становится полноправным сыном главы семьи. Там было устроено семейное право в то время. А здесь речь идет именно об обезличке. То есть, ты мне только роди ребенка. Вот тебе сколько положено денежек. Роди мне ребенка и забудь о его существовании. А он забудет о тебе. И даже имени твоего я не знаю. Бери свое золото и уходи. Точка. Вот. Это, извините, эта теория претендует на еще один современный... Послушайте, еще немножко и у меня нос вырастет выше потолка и я весь покрасняю от смущения. Не надо. Это просто я последние, сколько, 21 год последней своей жизни я каждый день занимаюсь текстами и пишу комментарии к недельным разделам для газеты «Еврейская панорама», которая издается в Берлине. И 21 год, это значит, на каждый раздел сделан 21 комментарий. И на самом деле это все интересно, то, что вы сказали. Это такое... Ну, вот я этим занимаюсь, но я бы не называл бы себя автором Медраша или там чего-то. Просто вот я читаю текст, читаю хороший перевод. Мы в течение, опять-таки, все уже какими-то историческими категориями, 17 лет мы с Робейну Йоной Левином занимаемся переводом текста Торы и комментированием его. И я вам уже в нескольких местах показывал, что правильный перевод с эврита на русский и тот перевод, который есть, скажем, у Иосифона или в Санчино или еще где-то, это не всегда одно и то же. Еще вопрос успеваю задать или нет? Успевайте. Так, я хотела спросить, никак не могу понять насчет Нефертити, как она совпадает там по своему этапу правления. Если она была дочкой фараона, того, который убивал, и потом она стала фараоном, то получается, что перед ней фараон, это, получается, мы его имя знаем. Вы поняли вопрос? Понял. Значит, смотрите, я сказал об этом очень четко, что вот что написано в нашей книге с большой буквы и о чем говорит наша традиция, я в это верю и считаю это правильным. Так сказать, не все считают наши тексты истиной, я считаю наши тексты истиной. А вот то, что говорит наука и египтология насчет того, кто в каком году там царствовал и кто чей сын и кто чья дочь, это шейлак дулан. Вопрос очень большой. И я вот попытался об этом сказать, что за последние 230 лет существования научной египтологии у них было уже ни одна, ни две революции, которые меняли хронологию, меняли последовательность, вводили такие имена, вычеркивали такие имена. Так сказать, дай им Бог здоровья. Ученые – это очень правильные люди, которые делают очень великое дело. Но вот то, что я вам показывал, вот это вот, кому нужны мейлы, они нарисовали, а вот я вам показывал… Я в чате, посмотрите, там есть мейл, линец. А, ну хорошо. Да, так вот то, что я вам показывал династию, сейчас я ее что-то сходу не вижу, но неважно, я вам ее показываю. Это, так сказать, некое современное понимание египтологии. Вот, ну, что будет в египтологии через 10, 20 или 50 лет, никто не знает. И сами ученые не знают. Просто сегодня это истина. Я вам приведу пример из другой области. Значит, до середины XIX века атом считался твердым шариком. И ничего, это была истина. Даже до середины. До последней четверти XIX века атом был твердый шарик. А потом решили, что атом состоит из двух компонент – положительной и отрицательной электрической компоненты. И это была абсолютная истина. А потом оказалось, что там есть еще какие-то частицы нейтроны, там бог знает чего. И это была истина. В общем, короче, модель устройства мира физики меняли 9 раз. А сегодня существует струнная модель. И уже понятно, что это некая модель, а вовсе не истина в последней инстанции. То же самое относится к египтологии, как в том анекдоте. Если интересно, я это готов ответить еще и в письменном виде. Я дико извиняюсь, но нам надо, потому что в 8 часов будет следующая лекция. Хорошо? Если это чему не противоречит, давайте тогда договоримся. Во-первых, на следующее занятие мы планируем через неделю, в то же время это раз. Сейчас, пожалуйста, все вопросы можете посылать либо напрямую лектору по мейлу, который он написал, либо в Телеграме, если вы в какой-то из одной этих самых групп, либо мне, как угодно. Хорошо? Тогда мы на этом заканчиваем. Мы дополнительное время будем делать? Участвую еще. Окей? Да, да. Дополнительное время будем делать? Ну, мы сейчас будем делать, только сейчас точно невозможно. Но не сейчас. Не заходу. Дайте по Талмуду. Хорошо? Так сделаем, конечно, нет проблем. Нет проблем, все отлично. Хорошо? Все, всем счастливо, пока. Да, Лена, счастливо. Всем спасибо за внимание. Спасибо большое. Пока-пока.